Сейчас мы находимся в той части поселка, которая находится выше основной части, то есть Голубицкая очень неравномерна. Мы сейчас поднимемся на одну из горок и я хочу вам показать вид, который откроется на саму станицу, на море. Вместе с вами посмотрим, никогда не видела Голубицкую с высоты, это будет классный опыт. Это, я думаю, важно будет для тех, кто сюда планирует переезжать жить. Сейчас мы увидим, что там будет, что за вид. Я уже вижу вдалеке колесо обозрения, а внизу, наверное, будет грязевое озеро. Посмотрим. Ну вот такой у нас получается здесь обзор открывается. Грязевое озеро, оно будет чуть дальше, правильно? И вот там где-то рынок будет с той стороны. И вот так вот, так вот. Там вот получается парк аттракционов, в ту сторону пляж, этот Кавказ. Вот видите, вся Голубицкая, вот эта часть из частного сектора гостиниц. Здесь в той части преимущественно, кстати, есть двухэтажные дома. Там, видимо, как бы квартиры получаются, я думаю, да. Улица прям такая, на которой вот эти дома. Но вот это все-таки преимущественно частный сектор. Вот здесь видно все сдают, потому что здесь видно, что в основном двухэтажные дома именно для отдыхающих. Вот на этой горе находится какая-то емкость, какой-то бак. Кто знает, что это, обязательно напишите внизу в комментариях. Нам нужно всем это знать. Ну вот, спустились с той самой горы. Сейчас идем вот по улочке. Сейчас посмотрим, как она называется, чтобы вы ориентировались. Я вижу, что там уже таблички. Вот, написано Переулок Базарный. Смотри, лестница есть. Видишь, какая огромная в ту часть поселка. Мусорный пакет очень хорошо, важно. Так что, если здесь есть вывеска о сдаче жилья, значит, здесь люди тоже летом снимают комнаты. Я к тому, что хотелось бы узнать, насколько здесь близко к морю. Потому что в интернете может быть что угодно написано. Там пять минут до моря, да? А на деле вы будете там круги нарезать, обходить. Если вы где-нибудь здесь поблизости снимали жилье летом, то обязательно напишите об этом, насколько было удобно ходить до моря. Сейчас постараемся с этого базарного переулка выйти и добраться до моря. И покажем вам по дороге, где живут люди, какое у них жилье, какие улочки у нас здесь в Голубицкой. Очень спокойно здесь, да? Ну, сейчас, да, сейчас все отдыхающие почти разъехались. Здесь тишина очень замирает. Так же и стихно. Ну, видишь, такие домины отстроены. Тут уже очевидно, что, скорее всего, там под сдачу жилья будут, да? Ну, да. Наверняка среди моих зрителей будут те, кому интересно покупка жилья здесь. Вот, смотрите. Такой вот домик. Номер есть. Кстати, видно, что для сдачи жилья. Улица Советская, получается, 34. Даже вот пишут, сдается дом до июля. На год. Да? Да. Потому что здесь все стоит сейчас пустое. Люди-то уезжают на годы, уезжают в Краснодар. Тут жилье многое пустое. Просто пустое дома стояло. Продаю, смотри. Пошли, подойдем, посмотрим. Вот, улица Советская, 97А. Продаю. Номер вот. А, здесь земельный участок продают. Что получается? Земельный участок, да? Ну, старенький. 97,1. Угу. Вот, смотри, тоже продаю. Посмотри. Нет, не видно. Не знаю, видно, не видно номер. Хорошо же видно. Если кому-то не будет видно, вы мне напишите таймер. Я увижу все, что там было. Номер. Кстати, асфальт новый, да, как будто положен? Или нет? Похоже, да. Ну, ты на центральных улицах. Ну, понятно, идем. Асфальта нет, и ты будешь, когда будет грязно, ходить по грязи. Ну, так, куда мы с тобой свернем? Давай свернем. А, вот там забор. Мне кажется, я поняла даже где. А может, тут пройдем? Пойдем здесь. Пошли. Тут написано земельный участок, 18 соток. Вот, смотрите, номер. Ну, видимо, что, видимо, домик старый, его обшили. Лица советская, 101. Ага, 101. Советская, 107. Такой, кстати, ухоженный дом, да, вообще красивый. Номер. Ну, кстати, зелени здесь не так уж и много, да, у домов. Я помню, мы летом шли вот тоже, вроде бы, по этой даже улице. Было очень жарко. Пекло от асфальта так. Ветер все просто не задувал. Было достаточно тяжело. И тоже вот сдача. Жилья. Тут практически на каждом доме так. Ну, если бы только это не было. Ну. Поэтому зимой здесь будет очень скучно. Очень, да. Очень скучно. Так что подумайте сначала, стоит ли вообще сюда переезжать жить. Летом здесь суетно, шумно. Через чур, да. Проблемы бывают с водой, с электроэнергией, потому что у всех работают кондиционеры. Поэтому очень часто отключают. Вот, скажем. Получается, мы вот оттуда вышли. И советская также продолжается. Вышли мы с вами к крокодилово и вот этой ферме. Смотрите, мы открылись. Я бы сказала сейчас, мы закрылись. Потому что жизнь все. Все закрыто. Все. Да. Вообще, уже идешь, все закрыто. Да. Знаешь, чего не хватает? Перекоти поля. Такое. У-у-у-у-у. У-у-у-у-у.